Друзья, всем привет! Меня зовут Арина Корчкова, и в сегодняшнем видео вот здесь вы будете видеть весь банк заданий по испанскому языку, по деле, по письменной части, уровень B1. Вы можете это принскринить и делать дома самостоятельно все эти задания, или самостоятельно вы можете найти их на просторах интернета, книгах, на сайтах и так далее. Я просто для вас все это собрала в одном месте, чтобы вам было максимально удобно. Также параллельно я хочу рассказать про подготовку к данному экзамену, и я думаю, что после данного видео у вас не останется вопросов по поводу того, как готовиться к этому экзамену. Начнем с того, что сегодня я говорю именно про письменную часть. Также, если вам интересно, я могу записать отдельное видео по остальным частям, где расскажу про то, как готовиться вообще ко всем частям, но сегодня мы поговорим именно про письменную часть. У нас будет два задания в письменной части, и в каждой из частей у вас есть определенное количество слов, к которому нужно прийти. Сразу скажу, что это не значит, что вы сидите и каждое слово высчитываете, когда пишете. Первое — это то, что когда мы готовимся к экзамену, в принципе, мы более или менее понимаем объем, который нам нужен. И также вы, если напишите 5, 10, 15, 20, 30, не знаю, эссе, вы уже будете понимать, во-первых, насколько у вас большие буквы и сколько слов у вас помещается в строчке. Это не значит, что на экзамене мы считаем каждое отдельное слово. Нет. Мы считаем просто сколько слов в первой строчке, во второй строчке и в третьей строчке, делаем среднее арифметическое, понимаем, какое примерно у нас количество слов в каждой строчке, и затем считаем по строчкам. Это всё на самом деле такой лайфхак. Оказывается, многие студенты, которые на школе учатся, они были очень удивлены, когда они узнали такой простой лайфхак. Я надеюсь, что он тебе тоже будет полезен. Также очень важно понимать, что у тебя есть определённое количество слов. Например, вот в первом задании 100-120 слов. Это не значит, что вот у тебя всё, вот эти есть рамки. Если ты напишешь 121 слово, то всё, можно с пункта снимать. Нет, у тебя есть возможность 10% минус или 10% плюс написать, и там не будут снимать пункты. Но, опять же, если написано 120 слов, не нужно писать на 500 слов целое большое сочинение. За это, конечно же, тебе не дадут дополнительные баллы. Мы следуем формату. Дели — это про формат. Это очень важно понимать. По поводу письменной части. У нас первое задание — это мейл-ответ. То есть у тебя есть какое-то письмо. И написать ответ на электронное письмо. У тебя есть электронное письмо и определённые какие-то пункты, которые тебе нужно выполнить. Ты делаешь, ну, как бы пишешь это письмо. Очень важный момент — это то, как оформляются письма. У нас есть официальные письма и неофициальные письма. И перед тем, как идти на экзамен, пожалуйста, выучи формат. Это очень важно. Мы не просто пишем текст, да. Есть определённый формат, в котором мы пишем данный текст. Для того, чтобы не потерять пункты, тебе нужно знать, как оформляются письма. И затем во втором задании у тебя есть две опции. Это не значит, что ты пишешь во втором задании два текста. Тебе нужно выбрать одну из опций. Но дома я советую готовиться к обеим опциям, потому что тебе просто будет проще потом на экзамене. Вот. Это очень важный момент. И здесь во второй части у тебя нужно написать текст, должен быть от 130 до 150 слов. И во второй части у тебя будет блок, заметка или какое-то приглашение. И пункты будут... Пять пунктов перечислено, которые нужно отметить в данном тексте, написать. Есть также очень важные слова, да. Это такие вводные слова, которые тебе помогут структурировать твой текст. Эти слова — это как таким образом, во-первых, во-вторых, однако и так далее. Если в тексте не будет этих слов, он будет не так хорошо структурирован. И в принципе тебе будет намного проще писать, если ты будешь знать эти слова. Их я просто советую выучить, и вот здесь ты их можешь тоже увидеть. И следующий момент, тоже очень важный, это когда ты готовишься к письменной части. Пожалуйста, выучи несколько текстов прямо наизусть, прямо до запятой, да. Даже там после вводных слов стоят у тебя запятые или не стоят у тебя запятые. Если ты выучишь эти тексты наизусть, то просто у тебя будет структура, формат в голове. И потом, на самом деле, поменяется просто идея, да, немножко поменяется смысл задания. Но формат у тебя остаётся такой же, и тебе будет намного проще. Очень важно также дома работать по таймингу. Это для того, чтобы, когда ты пришёл на экзамен, у тебя не было переживаний, что вот ты не успеешь написать, или что ты 90% времени работаешь с первой частью, и у нас тоже часть у тебя остаётся буквально там 5-10 минут, не знаю, вот. И чтобы такого не было, то дома советую работать по таймеру. Во-первых, у тебя появится внутренний таймер, сколько тебе нужно времени уделять на каждый текст. Ну и, во-вторых, также на экзамене смотри на время для того, чтобы чётко понимать, сколько у тебя осталось времени. И если останется возможность, будет здорово, если перепроверишь на ошибки свои тексты. Это будет прямо максимально классно. Друзья, это мои такие советы по подготовке к письменной части к экзамену. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы наделали много принскринов и будете теперь делать эти задания. Если же вам не подходит формат с принскрином, вы можете выложить фотографии этого видео, написать, почему вы смотрите видеоуроки мои, чем они вас вдохновляют, или, возможно, вы что-то учите, да, испанский, английский, немецкий на данном канале. Вы можете отметить меня и мою школу, Арина Корчкова и TripSteps. И мы вышлем вам файл с данным банком заданий и с ключевыми словами, если вам удобнее вот в таком формате. Либо можете наделать принскрин. И также я с радостью приглашаю вас на наш курс «Прогресс» по испанскому языку. У нас есть все уровни. Мы также готовим к международному экзамену Дели. Это очень структурированный курс, очень наполненный. То есть там не так, что... Просто во многих курсах бывает такое, что там у вас есть 5, 7, 10 записанных уроков. У нас это не так. У нас более 100 уроков на каждой ступени. Большое количество уроков записано носителями языка, большое количество уроков записано мной или другими преподавателями, которые жили долгое время в испаноговорящих странах. Сдавали международные экзамены Дель. Тоже имеют огромный опыт подготовки и обучения людей для международного экзамена, для изучения испанского, просто очень интересные интерактивные задания. То есть вы будете учить лексику с помощью песен, часть песен, которые вы напишите сами, часть песен, которые мы написали для вас. Представляете, как классно выучить идиомы или сложные слова с помощью песен. Мне кажется, мы самая первая школа, действительно, которая пишет песни, огромное количество песен для каждого уровня, для того, чтобы вы учили лексику. Интересно, просто вставили наушники и пошли, слушайте, радуйтесь по поводу Дели. Безусловно, у нас есть отдельное направление, вся информация вот здесь под видео будет. И, безусловно, по Дели у нас очень четкая структура, в том плане, что мы работаем также с форматом, очень много делаем тестов и так далее. Так что вы можете, в принципе, все это тоже посмотреть у нас под видео. Если будут вопросы, вы можете оставить свои данные, и мы свяжемся с вами для консультации и ответим на все ваши вопросы с радостью. Я буду рада видеть вас на нашем курсе «Прогресс». И мы увидимся с вами в следующем видео. Пишите свои вопросы и темы для новых видео. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова